Девушки отдыхают Многие спросят, где вы взяли деньги на новые декорации? А вы думаете, те 10 тысяч пособий на детей, которые сбрасывали во время пандемии? Они куда ушли? Где мы их взяли? У меня двое детей, у Дорохова двое детей, у матроса вообще вся куртка в этих детях. У нас будет прожарка Азамата Мусагалиева. Аплодисменты. Он впитал в себя все лучшее от самых топовых ведущих нашей страны. Харизму от Нагиева, интеллект от Урганта, чувство юмора от Тиграна Кеосаяна. Встречайте, мой друг, которому постоянно дует ветер в лицо. Азамат Мусагалиев. Азамат Мусагалиев. Жарить из них четырех крутых комиков и сделать из них четырех скучных стариков. Жарить тебя сегодня будут достойные комики. И Денис Дорохов. Охуел, блядь, что ли? Позвольте я вам представлю наших замечательных прожарщиков. Денис Дорохов. Человек, которого представляют собаки, чтобы отстрочить оргазм. Ха-ха-ха. Марк Сергеенко. О-о-о-о. Знаете, бывает, чистишь так картошку, вырезаешь из нее глазки. И когда остаются два, получается Марк Сергеенко. Зоя Равицына. Азамат Мусагалиев. Зоя очень расстраивается, что она не стала популярной раньше, потому что сейчас именно она бы была с Ренатой Литвиновой. Ха-ха-ха. Сергей Матросов. Серега красавчик. Кстати, если в игре «Крокодил» кому-то загадать Серегу Матросова, то игра сразу закончится. Потому что на него нет ни одной ассоциации, кроме ассоциации «Ябланов», в которую он входит... Ассоциация «Ябланов» России. Игорь Джибраилов. Один раз, когда ему стало скучно, он взял газету, накакал в нее и только потом начал читать. Ха-ха-ха. Настя Веневитина. Настенька, привет. Один раз Настя хотела хирургическим путем уменьшить себе нос, но ее кинули на деньги. Так сказать, осталось с носом. Ха-ха-ха. Первый участник у нас, Настя Веневитина. Говорят, что у мужчин с большими носами большие члены. Ха-ха. Если бы это правило работало с девушками, то сейчас ребята сидели бы не на диване, а на ее огромном клиторе. Встречайте. Настя Веневитина. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну что, здоровый народ, привет. АПЛОДИСМЕНТЫ Денис Дорохов. Че? АПЛОДИСМЕНТЫ Денис похож на человека, который хоть раз в жизни скрывал ящик для пожертвований со словами «Ну а я чем хуже?» АПЛОДИСМЕНТЫ У Дениса в паспорте есть графа «Порода». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Родственники Марка задолбались рыдать каждый раз, когда айфон генерирует клип со воспоминаниями. АПЛОДИСМЕНТЫ Зоя попала сюда по ошибке, она вообще сейчас должна сниматься в финале шоу «Пацанки». Я снимаюсь в женском стендапе, Игорь – продюсер этого проекта, другими словами, мой непосредственный начальник, поэтому Сергей Матросов – ебак-вак. АПЛОДИСМЕНТЫ АЗАМАТ Мусагалиев АЗАМАТ вырос в небогатой семье, Его любимой игрушкой был кусок пластилина, на который налипли волосы с ковра. Позже он назвал его Денис и позвал играть в КВН. АЗАМАТ Мусагалиев Не знаю, как вы, а я только в этом году узнала, что Камазяк – это реально существующий город, а не вот эта сладкая фигня и семечек. Возможно, АЗАМАТ – тоже не настоящее имя. На самом деле его зовут единственный казах, который не снимался у Дудя. АПЛОДИСМЕНТЫ Мало кто знает, но адвокат Ефремова проходил практику в Камазякском суде. АПЛОДИСМЕНТЫ Говорят, АЗАМАТ – это новый Павел Воля. В том плане, что на него смотрит моя бабушка и говорит «Ох, развелось педиков на телевидении». АПЛОДИСМЕНТЫ АЗАМАТ даже назвал свою младшую дочь Лисан, потому что думал, что для того, чтобы вести все шоу на ТНТ, нужно признаваться в любви человеку с таким именем. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда дети АЗАМАТа впервые увидели Нурлана, они сказали «О, папа выздоровел». АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и что хочу сказать в конце. Я пока малоизвестный молодой комик. Я очень рада быть здесь, потому что это стоило мне больших трудов. Я реально очень старалась. Ну, по мне же видно, что я здесь не через постель, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что единственное место, куда я могу попасть через постель, это дырка в пододеяльнике. АПЛОДИСМЕНТЫ Так что я сделала все, что могла. АЗАМАТ, спасибо, что пришел. Ну и напоследок хочу признаться, я на самом деле давно слежу за твоим творчеством. Я стала твоей фанаткой еще до КВНа, когда ты еще гастролировал со своей песней «Гангам Стайл». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, Насте очень много раз били пяткой в глаз. В основном из-за того, что она плавала на спине, ее пудали с акулой. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя может одной козявкой убить армию персов. АПЛОДИСМЕНТЫ Чё, опять в интернете виснешь? Наша Раша Тагил. Плава, не засыпай. Наша Раша, не бережешь ты себя. Золотые трусы. Наша Раша, лучшие выпуски. Насыпай! Наша Раша, смотреть бесплатно. Вы еще не представляете, сколько здесь на депозите лежит. Любой запрос из поисковика уже давно на ТНТ-4. Массаж ног делай, пожалуйста. Наша Раша. С понедельника по пятницу в 6 вечера. Все там же. Давайте поприветствуем Сергея. Серега выиграл Камеди Баттл и его отправили к нам в прожарку. Да. Теперь мы тоже думаем, как отомстить Камеди Баттлу. А знаете как? Мы отправим к вам Сергея Матросова. Пизда вашим рейтингам. Сергей Матросов. Привет, ребята. Здорово. Привет. Так, ну что? Посмотрите на этот диван. Куда ни плюнь, еще захочется, да? Настя Веневитина. Настя, аплодисменты. Настенька. Вы могли заметить, что у Насти Веневитиной не все в порядке с головой. Она у нее некрасивая. На самом деле, если говорить серьезно, Настя попала в аварию и с ее лицом случилось ужасное. Оно осталось таким же. Жесть вообще, просто как. Если посмотреть на Марка и Дорохова, может перестать хотеться быть человеком. На самом деле, Дорохову когда-то в лицо вцепилась собака, и ее было очень сложно отцепить. Вот и ходит теперь с собакой на лице. Стрижет, ее моет, на проектах светит. Азамат Мусагалиев. Ваши аплодисменты, ребята. Азамат. Кстати, Азамат из древнеарабского переводится как «быть великим». А Мусагалиев – «разочарованием». Слушайте, если Азамат ведет «Однажды в России», получается, «Однажды в Казахстане» ведет русский с огромным членом. Я должен, по идее. Не, не член, а еще и человек должен. Азамат в КВН постоянно играл в судью, и мне кажется, настало время судить его. Итак, Камызиакский суд над Азаматом. Под ваши аплодисменты. Ой, что, говорю, туф. Рассматривается дело о нерациональном использовании юридористического прошлого в целях стать просто ведущим передач. Судья, матросов Сергей Юрьевич, топ-100 ведущих России. Защитник обвиняемого Соболев Илья Викторович. Азамат, не переживай, из Ильи получится прекрасная защита, потому что он еще тот гондон. Подсудимый в 2009 году собрал команду КВН вместе с своим подельником Дороховым Денисом Игоревичем, который в дальнейшем стал гостем во всех его передачах. В 2015 году, дождавшись, когда юмора в КВН не станет, выиграли высшую лигу КВН. Азамат сначала стал актером шоу «Однажды в России», потом стал еще и ведущим этого шоу, а сейчас вообще крайне мало играет в номерах. И то лишь в тех, в которых не надо снимать пиджак ведущего. Кстати, Азамату нельзя снимать с пиджак на шоу, да? Потому что, когда он без пиджака, его заставляют расписаться за уборку в туалете. Еще одна улика. Недавно Азамат купил себе новую машину, чтобы ее везти, конечно же. На одном из допросов у Азамата спросили, будете ли вы везти какое-нибудь говно. Но он сказал, конечно, я себя знаю. Слушайте, я на самом деле хочу сказать, что я сейчас как в финале комедий-баттл, реально. Там Азамат, Соболевым были в жюри, тоже так же сидели, хлопали глазами. Один большими, другой маленькими. Маленький большими глазами хлопал, большой маленькими. Про этого я сказал, что у него маленький член. Про этого, чтобы он нахуй шел. Что я хотел сказать? Здорово с вами, ребят. Спасибо. Сейчас выйдет сюда легендарный Марк Сергеенко. Про Марка шутят, что он скоро умрет. Но я с этим не согласен категорически, потому что грибы, они долгожители. Марк Сергеенко! Привет всем, да. Привет, киски из женского стендапа. Вообще, вам не кажется странным, что женский стендап сидит в зале, а на феминистку больше похож Денис Дорохов? Я уже больше десяти раз участвую в прожарке, и я могу предсказать все шутки, которые про меня скажут комики. Зоя скажет, у Марка такая прическа, как будто его стрижет мама. Поэтому я всегда при виде его вспоминаю свою бывшую. Кстати, вам не кажется, что Зоя – это азамат, который в детстве нашел мамину косметичку? Игорь Джабраилов скажет, это моя не первая прожарка. Каждое воскресенье в 23.00 в женском стендапе про меня унизительно шутит жена. Хотя вряд ли Игорь что-то скажет, потому что он сейчас сидит и думает, ебать, у меня большая башка. Денис Дорохов скажет, Марк похож на мою карьеру, потому что он тоже родился мертвым. Ладно, аплодисменты. Обычно я говорю главной звезде, но сегодня просто азамату аплодисменты. Сегодня мы прожариваем азамата, потому что он тут был рядом. Рад видеть, что Дорохов ходит с тобой по проектам. Я слышал, что когда ты долго на съемках, то он начинает скулить. Писаться. Да, я не очень хотел шутить про азиатские стереотипы, но... Но ты сам напросился. Когда азамат смотрит в зеркало, даже он говорит, я доставку не заказывал. Есть стереотип, что у азиатов маленький член, а азамат, познакомься, это Соболь, он тоже азиат. Азамат успешнее, богаче, популярнее меня, но... Может ли азамат снять прям любую квартиру в Москве? Азамат даже сыграл в фильме «Холоп». Этот фильм оказался самым кассовым в России, потому что на него сходили все родственники азамата. Вообще, из яркого в тебе это то, что ты похож на Собянина, поэтому, пользуясь случаем, я прожарю Собянина. Когда в Москве Собянин сносил все ветхое, под эту программу чуть не попал Денис Дорохов. Собянин по всей Москве сделал велодорожки, однако даже у Соболя на голове. Говорит, что азамат похож на Собянина, может быть расценено, как оскорбление власти. Конечно, так себе прожарил Собянина, как будто даже ничего жесткого не сказал. Вы же так в «Однажды в России» делаете, когда не придумали смешную концовку. Сука. Тебе пиздец, блядь. Азамат, ты был в КВНе, прикольно веселый чувак, а сейчас ты сидишь такой серьезный, успешный, богатый. Ну, я хочу напомнить тебе, Азамат, ты из Камазяка. Ну, поэтому, когда будешь садиться в свой дорогой Мерседес, вспомни те времена, когда ты думал, блин, а вот бы когда-нибудь покакать прямо в доме. Спасибо, Азамат, спасибо большое, что пришел. Марк, скажи, что ты делаешь 19 мая? Опять будешь пугать бабушек словами «Ну вот, я и пришел за тобой». Или у тебя в планах утонуть в реке, чтобы, ну, как-то распухнуть до нормальных размеров. Не знаю, я не загадываю на такой долгий срок, я живу сегодняшним днем, врачи не рекомендуют. Тем более, вдруг на Землю падет огромный метеорит, и на Земле останутся только крысы, тараканы и то дерьмо, которое ты снимаешь на Ютуб. Ну, если все твои анализы в порядке, то быстрее покупай билет на новый «Форсаж-9». Просто билеты разлетаются быстрее, чем эмаль на твоих зубах. Почему на него? Там быстрые крутые тачки, экзотические локации по всему миру, суперкрасивые девушки. И, наконец, это фильм без Александра Петрова. В общем, все то, что ты не увидишь в своей коме. Спеши, большая премьера уже совсем скоро. Можешь пойти всей семьей, но вряд ли в кинотеатре пустят с муравьиной фермой. Погони, перестрелки, драки. Такой динамичный сюжет и экшен, что, скорее всего, ты упадешь в эпилептический обморок. Сейчас к нам выйдет Зоя Яровицына. Именно так он себя называет. Зоя Яровицына! Все, привет всем, добрый вечер. У Марка Серьенко все желания последние. Поаплодируем Насте Веневитиной. Вместо девственной плевы у Насти кружевная салфетка. Настя вообще не меркантильная, у нее другие ценности. Она может дать за интересные факты про Джона Толкина. Денис Дорохов. Денис старше меня на год и весь этот год его жевали. Во время зачатия Дениса сперматозоид по пути в яйцеклетку попал в ДТП. Родители Дениса долго гнались за аистом, чтобы он забрал это нахуй. Хватит! Хватит, блядь! Сергей Матросов не употребляет алкоголь, так что решение отрастить эту челку он принял трезвым. Игорь Джабраилов. Больше всего Игорь известен своей женой. Илья Соболев часто во время выступлений смеется над своими шутками. Я думаю, он и во время секса прерывается на подрочить. Илья Соболев это самый талантливый мизинец в истории. Азамат Мусагалиев. Когда Азамат чихает, его глаза остаются точно такими же. Инстаграм Азамата называется Азабраза. Азабраза, мне кажется, именно так пожилые люди представляют себе молодежный сленг. Азабраза, чики-пуки, Памела Андерсон рулит. Ну, Азамат настоящий профессионал, очень серьезно относится к работе, практически как Кристиан Бэйл. Хотя худеть для музыкальной интуиции, это, конечно, верх тупости. Азамат постоянно ходит гостям в разные шоу на ТНТ, чтобы посмотреть, жив ли ведущий, как дела, нужна помощь какая-то. Азамат в одном интервью сказал, что они с женой очень любят по вечерам долго разговаривать. Мне кажется, разговаривает в основном Азамат. Говорит что-то типа, да я просто устал, столько дел навалилось. Сейчас я свои гонорары вспомню, и он встанет. Я не люблю материться в прожарке, но главное, что я узнала, пока готовилась, то, что Азамат скучный хуй, так что извините. В одном из сезонов американской прожарки комики прожаривали мертвых людей. Приятно, что мы не отстаем от коллег. По сути, занимаемся тем же. Судя по тому, какого положительного и бесконфликтного человека мы сегодня прожариваем, дальше люди будут только лучше. Так что я хочу сразу проверить пару шуток на будущих гостей. Константин Хабенский. Константин не полысел, он отдал волосы на благотворительность. Чулпан Хаматова. Чулпан, мне кажется, подозрительный, потому что последний раз столько денег на детей тратил Майкл Джексон. В интервью для журнала GQ Азамат рассказывал о своем КВНовском прошлом и сказал, что они тогда были самой гастролируемой командой в России. Не гастролирующей, гастролируемой. То есть Азамату главное, чтобы русские платили ему деньги, и похуй, как это правильно называется. Ну, Азамат, ты че, это не такое сложное слово. Мне кажется, даже Джиган разобрался, как называется, когда ему платят денежку и куда-то везут на Бибике. В конце хочу сказать, Азамат, твоя карьера сейчас на пике, ты ведешь проекты на ТНТ, у тебя свое шоу в Ютубе. Я желаю, чтобы твоя популярность только росла, и ты смог стать самым гастролируемым артистом в России. Спасибо. Если ты поешь великолепно... Или думаешь, что поешь великолепно... Этот проект для тебя. Пришло время узнать, как поешь ты. ТНТ открывает кастинг на второй сезон шоу «Музыкальная интуиция». Мы ищем исполнителей как с каверами, так и с авторскими песнями. Подробности на tntonline.ru. Участвуй в кастинге, смотри на ТНТ. Давайте познакомимся сейчас с следующим комиком. Когда Игорь Джибраилов родился, ему не делали, как всем детям, прививку от туберкулеза, потому что его рожали на корм свиньям. Сегодня наша звезда Азамат Мусыгалиев. Ведущий таких шоу, как «Я себя знаю», «Музыкальная интуиция», «Где логика». Серег, логика — это когда тебе предлагают любой проект ТНТ, и ты выбираешь «не прожарку». Марк, прожарка — это то место, которое включают люди, чтобы посмотреть и сказать, «Сука, да когда же он умрет?» Дора, «умрет» — это то, что сказал акушер, когда у тебя показалась голова. Настя, голова — это то место, которое тебе надо прятать, если ты хочешь, чтобы тебя хоть кто-нибудь засунул член. Зоя, член — это то, из чего ты ссышь. Добрый вечер. Зоя Чайфри, веган, стендап-комик, защитница животных или, с одним словом, пидор. Да, Зоя Чайфри, поэтому во время овуляции просто чешет в себе палкой. Я тебя люблю. Еще одна моя хорошая знакомая, Настя Вневитина, давайте ей поаплодируем. Раньше Настя могла попасть в глаз белки с 10 метров, но потом немного уменьшила нос. Блин, реально, я не верю, ты девственница, правда? Ты что, ни разу не опускала голову вниз? Марк Сергеенко. Марк не прерывался от ковида, потому что ему очень сложно сделать укол мне насквозь. Сергей Матросов. Серега попал в прожарку после победы в комедий-баттле. Я попал в прожарку после фразы «Алло, у вас даже Матросов там снимается». Серега — единственный человек, который при выходе из банка спермы весит чуть больше, чем при входе. Когда бог раздавал уебищные лица, Дорохов сказал, дайте все мне, я передам, и забыл передать. Ну и Азамат Масагалиев. Давайте ему поаплодируем. Дочь Азамата на Новый год попросила пони с макаронами. На самом деле мы с Азаматом очень интересно познакомились. Это был сочинский фестиваль КВН, я очень сильно нажрался. Подходил к нему и кричал «Нурлан, респект за где логика!» С тех пор каждый раз, когда мы увидимся, он спрашивает «Ты трезвый?» Если я говорю «Нет», он просто уходит. Ну чё, погнали? Бу. Интересный факт про успешных казахов. Они все не Азамат Масагалиев. Скриптонит 26 получил премию «Джей Кью» и Манбек в 20 получил «Грэмми», а Азамат в 36 лет получил эту информацию. Реально, я у продюсеров спрашиваю «Про что шутить?» Они говорят «Ну он похудел». Ну капец, он звезда, похудел. Это же даже не его заслуга. Знаете, почему он похудел? У него прорвало жопу от того, как стрелял Дорохов в этом году. На самом деле Азамат пользуется услугами диетолога, да, он запретил тебе есть много продуктов, например, ананасы, это правда? Да. Диетолог запретил есть Азамату ананасы, поэтому у Дороха был очень невкусный год. Азамат 6 лет ел говно, ой, ел говно, говорю, играл в КВН. Знаете, чем Азамат отличается от святого отца в католической церкви? Святому отцу не интересно, что там говорит мальчишка. Азамат ведет три шоу на ТНТ. Одно в ютубе, снимался в интернах, Коля робот, зомбоящик, холоп. Недавно новый Мортал Комбат вышел, я думаю, схожу, а вдруг? Потом думаю, да не, вряд ли в Мортал Комбат есть мэр. Азамат по образованию инженер рыбоохраны, поэтому Настя, как обычно, подлететь, спиздить рыбу, улететь не получится. В конце я хотел бы сказать тебе огромное уважение выразить, потому что ты действительно очень крутой чувак. Ты не побоялся сюда прийти? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, смотри, Азамат, мне тут авторы написали шутки на тебя. Они мне не нужны, я буду говорить отсюда. Вот и настал тот день икс. День платить по счетам. День вендетты. Ну, чтоб тебе было понятно, день Алла Верды. Братан, мы с тобой знакомы с 2002 года. Нашей дружбе уже 19 лет. Наша дружба уже совершеннолетняя, поэтому ее можно хорошенечко выебать. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаешь что, поговорить бы я хотел о старте твоей карьеры, о моем лице, от которого ты весь КВН наталкивался. Знаешь, я понимаю, что оно похоже, знаешь, на побитый лыжниками трамплин. Ну, и ты, не Денни Девита. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и я, соответственно, не разбираюсь в мужской красоте. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, знаешь, начать я хотел бы не с лица, а с жопы. Илья Соболин! АПЛОДИСМЕНТЫ Собственно, поэтому, чтобы вот лицо не путали с жопой, Илья носит вот этот вот ирокез. АПЛОДИСМЕНТЫ Настя Веневитина. АПЛОДИСМЕНТЫ Где мои 19 лет, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Бля! АПЛОДИСМЕНТЫ Ты бы мне так скатила, реально тебе говорю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мама родная. АПЛОДИСМЕНТЫ Я просто в 19 лет жестко сидел на шалфее и смесях. АПЛОДИСМЕНТЫ Просто вкуснятина, я тебе говорю. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы в гараже собирались, у нас там такой диван, ты на нём так смотрелась, я им... АПЛОДИСМЕНТЫ Зоя Яровицына, знаешь, про тебя шутку не придумал. Побоялся, что ты мне пизды дашь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не-а-а... Вот и я не мылся. АПЛОДИСМЕНТЫ Он очень закомплексованный азиат. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А вы с ним срали? ААПЛОДИСМЕНТЫ А Я СРАЛ! АПЛОДИСМЕНТЫ Он, конечно, закомплексованный, но очень странный азиат. АПЛОДИСМЕНТЫ Че ты говорил там про мое лицо? Это у тебя такое лицо, как будто бы это бабушкин локоть, понял? Это у тебя такое лицо, как будто на мече грыжа вылезла, понятно? Это у тебя такое лицо, как будто тетрадный лист мяли-мяли, потом еще жопу им вытерли. Это у тебя такое лицо, как будто бы в бане им градского мыли, понял? Ну, а если рассуждать, да, о твоем лице, то у тебя лицо похоже на свинью копилку, но с двумя прорезями. Да, или, знаешь, ты похож на солиста кей-поп-группы, но Северной Кореи, братан. Ну и напоследок, я бы хотел рассказать историю под ваши аплодисменты. Азамат учился на инженера-эколога в одном институте, я на юриста в другом. Жизнь нас так и разводила в разные стороны, но мы как две булки одной жопы. В итоге оказались в одних трусах под названием КВН. Я с метафорами поработаю, но суть вы поняли, да? Мы прошли через многое и спали всей командой, черти где, и ели, что попало, и пили, черти, что и с кем. А ты, кстати, Азамат в это время где бывал вообще? Но это нам не мешало идти к своей мечте, к своей цели, сделать Азамата популярным. Азамат на высшая лига, либо провал, и ты всю жизнь в комедибаде Жени Синякова. Ну и все, мы стоим за кулисами, переживаем, каждый борется с волнением, как может, повторяет текст, делает зарядку, и я передернул два раза. Ну это так, чисто психосоматика. Короче, настрой боевой. Все, команда уже кланится, которая выступает перед нами, нам выходить, и вдруг Азамат поворачивается ко мне и говорит, Дорог, я обосрался. Он реально тогда обосрался. Ну знаете, как бывает, вот случится пук, ты открываешь дверь, а заходит какашечка. Я с метафорами поработаю, я же говорил. Просто прямо сказал сейчас. Ну, короче, да, пукнул соусом кирияки. Я не знал, что ему ответить, в этот момент я растерялся и сказал первое, что пришло в голову. Я говорю, слушай, Азамат, не переживай, в зале не почувствуют. А мы к твоему говну привыкли. Поэтому пойдем просто сделаем самый пиздатый КВН. И знаете, что мы сделали? Мы стали самой лучшей командой за всю историю клуба «Ишелуха на почве». И знаешь, что, Азамат, я в конце хочу пожелать тебе, чтобы ты больше никогда не обсирался. Ну и если это вдруг произойдет, чтобы с тобой в этот момент оказались люди, либо которые не почувствуют, либо которые привыкли. Обнял. Кстати, хочу рассказать одну очень интересную историю. У Дениса есть суперспособность. Он может 30 лет нигде не появляться, а потом за один месяц побывать во всех шоу в Ютьюбе и заебать зрителей. Сейчас к нам выйдет спецгость. По запаху жареных крылышек вы уже догадались, что это Гарри Харламов. Ужаснее его тело, только его обмен веществ. Встречайте, человек-пароход. Когда поест капусты. Гарри Харламов! Вам долго идти, конечно, это просто... Там очень мало идти. А стул есть у вас какой-нибудь? Все стоят. Значит, я хотел сказать, что давно слежу за вашей программой. Всех вас знаю лично. Рустам, Серега, Леха, Тамби, Нурлан. Прекрасно. Ну, с Мартиросяном мы обосрались, конечно, жестко. Не, ну, конечно, я вас всех знаю. Я знаю все ваши выступления. Видел на хую. Значит, когда я забыл смыть в Самарском унитазе, его содержимое приехало сюда. Пожалуйста, Сергей Матросов где-то. Очень приятно. Где он там? Вот ты. А я реально хуй знает, кто из вас кто. Сергей Матросов. Мне просто написали Сергей Матросов, а я просто вот туда-куда. Сергей Матросов. Значит, дальше. Если скрестить Марка Сергеенко и Сергея Матросова, получится Фредди Меркури. Ну, то есть, мертвый пидор. Винни Витину я знаю точно. Это твой же нос в рекламе на Зевина. Часто виделись. Ладно, давайте перейдем к тому, собственно говоря, чье имя действительно выглядит, как будто его кто-то придумал на ходу. Азамат Муса что-то там. На самом деле, Азамат не похудел. Он просто перестал трахать улей с пчелами. Однажды Азамат долго какал. Так вот, Илья Соболев стал ведущим по и без правил. Чего удивительно, какал Азамат, а обосрался Соболев. Все думают, что Азамат много получает. Это абсолютно неправда. На самом деле, Азамат получает дохуя. У него даже в документах так написано. Соболев тоже получает дохуя, но до своего. Вообще, зачем я сюда пришел? На самом деле, мне очень нравится этот канал ТНТ, ТНТ-4, ТНТ-4. Классный канал, очень классный канал. Я его включаю, там везде я. Переключаю на ТНТ, там, сука, Азамат везде. Не, ну серьезно, у тебя очень много. Азамата Муса Галеева очень много на ТНТ. Очень. Это я так говорил, когда он вел всего одну передачу. А сейчас я тебе скажу, ты заебал! Ну ты прав, ты заебал. Ты просто везде, ну серьезно. На японском телевидении столько азиатов не показываю. Ты же похудел, чтобы нас всех наебать. Чтобы ты худой пошел по второму кругу, снялся во всех передачах. Как будто новый какой-то. Ну правда, вот тут считай даже, где логика Азамат. Однажды в России Азамат. Музыкальная интуиция Азамат. В камеди батл Азамат. В жюри. В импровизации в гостях. Скоро, сука, в Сашей Тане будешь, блядь. Будет называться Азамат и Азамат. Ты даже в женском сэндапе, сука, ты сидишь там, греешь жопу себе. Ты понимаешь, что, ну, чаще тебя только Гарри Поттера на СТС показывают. Азамат. Нет, камереклама пока держит оборону от тебя. Держит оборону, сука. Мы тебя не пустим тогда никогда, понял? Никогда. Ты знаешь, зачем мы взяли Половинкину сюда? Там Половинки у нас есть, Иван Половинкин. Чтобы ты охуел. Понимаешь? Что ты говоришь? Это там, а меня нет. Какого хуя, чтобы ты взорвался? ТНТ под угрозой, сука. Он сейчас все захватит, прям серьезно говорю. Как только лошади научатся подписывать контракт, в следующие пять лет главным холостяком будет он. Ты что, удивляешься, почему ты столько битвы и страстенсов не ведешь до сих пор? С тобой же всегда рядом человек с лицом покойной бабки. А про кого это, про кого? Про кого это? Про его менеджера. Ну, кто-то из тех ребят. Я скоро целый канал открою. Спас Дорохова от бедности. Вы с Дорохом, как мы с Батрухой. Вот если бы мы засохли на окне, вот примерно так. Ну, знаешь, я хочу понять, вот для чего тебе это все? Для чего ты ведешь все это? Вот все ведешь на свете 24 часа в сутки. Для чего? Мне надо хоть ради денег-то это делать? С ней в деньгах счастье, понимаешь? Смотри, он на Дороха. Ему же вообще, ему ничего не надо. Ему что, еда, вода и все, в одном ведре можно. Ничего не надо, понимаете? Остановись, правда. Отдай старые проекты, не бери новые. Проводи время с семьей. Женой, это мне Паша Воля просил передать тебе. У нас был такой же один весельчак, который все равно, ты знаешь, много работал. Ельцин. Что хочешь так же, как он, и ебнуться с моста. Соболь, давай так, я сейчас когда закончу, ты быстро беги к тумбе, чтобы он, сука, не начал прожарку вести. Договорились? Хорошо, да. Все, я закончил, я закончил. Спасибо, беги сюда. Эй, Гарри Карланов. Этой весной вас ждут два легендарных возвращения. Жесткие смешные шутки в новом сезоне прожарки. Самые быстрые тачки и самая крутая команда возвращается на большой экран. Форсаж 9 в кинотеатрах с 19 мая. Азамат, ты человек, который очень много играл мэра. Больше тебя мэра играл только Лужков. И мы очень рады, что ты к нам пришел. Мы подготовили тебе эту тумбу. Мы старались для того, чтобы тебя хорошенько обкакать. Но нам это не удалось, потому что все стекало по твоим пластмассовым волосам. Здесь и сейчас Азамат Мусагалиев! Азамат Мусагалиев! Точно мой? Ну да. Там по нерусски. Всем привет. На самом деле много шутили вы, но это у меня не узкие глаза. Это просто я спал во время вашего выступления. Вообще у меня узкие глаза только для того, чтобы максимально не видеть то, что делает Соболев. Во-первых, очень нечестно. Вы... Но я профессионал, поэтому, если надо, я готов с вами поговорить на вашем языке. Короче, Игорь Джабраилов. Игорь рассказывал историю про то, как мы познакомились. Для него это прямо, глядь, история. Но я ничего такого не помню. Я помню, просто подошел пьяный бомж. Что-то говорил, рассказывал. Притворялся чеченцем. Игорь автор женского стендапа. Он пишет шутки для своей жены, Нади Джабраиловой. Игорь всегда выступает в кепке козырьком назад. Видимо, чтобы не мешал поглубже проглотить обиду от того, что жена популярнее него. По всей видимости, у него очень маленький член, поэтому ему очень удобно сидеть на шее у жены. Зоя Яровицына. Зоя Яровицына звучит, как первая советская лесбиянка, которую попросила партия. Потому что надо что-то ответить Америке. Зоя, можешь встать? Пожалуйста. Зоя Яровицына, да. Ну, а выглядит как андроид, согласитесь. Ну, легко же представить, что Зоя стоит на зарядке в спальне у богатого японца. Судя по всему, Зоя была на войне. Иначе где она потеряла жопу? Марк Сергенко. Вот кто должен быть на битве экстрасенсов с Вороном. Причем он у Ворона на плече. Обратите внимание, Марк сделал себе новые зубы. Теперь все остальное туловище к ним не подходит. Марк Сергенко и Дорох. На самом деле, вот рядом двух таких некрасивых людей я не видел еще со времен Кабаредуэт Академия. Так, Сергей Матросов. Извини, я погуглил. Ты вообще чем занимаешься? Просто у тебя эфиров меньше, чем у скупинского маньяка. Сергей в финале Камеди Баттла выиграл 3 миллиона рублей. Вот ты не похож на человека, у которого есть 3 миллиона рублей. Я похож. Скажи, на что ты потратил деньги? Ну, допустим, ушил жопу. Потом. Потом что ты делал. Где остальные деньги? Хорошо, сорвался и второй раз ушил жопу. Ну, не будешь же ты и в третий раз упрашивать Соболя взять тебе в прожарку. Настя Веневитина. Человек с родины Руслана Белого. С мусорки. Давайте этими аплодисментами проводим Настю. Наверняка Воронежу нужен плуг сейчас. Плуг. Денис Дорохов. Денис Дорохов. Я Дениса очень хорошо знаю. Очень хорошо знаю. Действительно, сколько? 19 лет? 15 лет. Он очень впечатлительный человек. Очень впечатлительный и очень доверчивый человек. Поэтому я за него очень переживаю. Не дай бог тебе в жизни попадется убедительный гей. Или говорящий обезьяна. Родители Дениса до сих пор называют его плод. Плод. Потому что лицо все еще формируется. Мягкий, мягкий. Мягкий, жерудничок. Давайте поздравим у Дороха сегодня тоже его прожарка. Потому что отдельно его никогда не позовут. Илья Соболев. Привет. Илья Соболев очень смело шутит. Меня поражает, что на тебя ни разу никто не подавал в суд. За твои вот эти шуточки. И пародии. Просто на Белого постоянно все обижаются. На «Однажды в России» там запрещают кого-то показывать. Все дела. На «Поперечнево». Даже на «Бебура». Может, тебя нахуй никто не смотрит просто вообще? Короче, по поводу Соболева. Какую камеру сказать? Смотрите. Пользуюсь эфирным временем. Хочу от себя обратиться. Уважаемый Следственный комитет. Депутаты. Кто еще? Госдумы. Все, кто может. Обратите внимание на Инстаграм Ильи Соболева. Вы ошиблись. Это не очень талантливый енот. Это... Это очень неталантливый человек, который несет хрень. Гарри Харламов. Юморист, актер. По образованию кресло-мешок. Динозавр юмора. В том смысле, что тоже не может дотянуться до своей письки. Уникальный человек. Единственный в мире носитель своего мерча. У Гарика, кстати, в YouTube есть свое шоу, где они вместе с Батрудиновым. Да. Где они вместе с Тимуром Батрудиновым пытаются сделать вид, что не хотят спать в 7 часов вечера. Единственный раз, когда я видел Гарика Харламова худым, когда они ко мне в «Гдеологику» пришли в паре с Максимом Фадеевым. Я тебе очень благодарен, Гарик, что ты сегодня здесь. Что ты вообще ради меня сегодня встал, лег в машину. Ты не представляешь, как ты прав. Приехал, лег в кресло, встал, что-то сказал, снова лег. Тяжелый день, Гарик. Так, все, как профессионал я сделал свою работу. Шутки окончены. Теперь, друзья, претензия к ТНТ и ко всем вам. Смотрите. Вы понимаете, что мы сегодня с вами вообще находимся на абсолютно разных мероприятиях? Абсолютно да. Это для вас событие «Прожарка» Азамата Мусоголева. Для меня это «Прожарка» Насте Веневитиной и Сергея Матросова. Я блистательно играл 10 лет в КВН. Да. Я с ним... Я снимался в самом комедийном сериале о России. Я веду самые рейтинговые шоу. Я все в своей жизни сделал, чтобы не прожаривать Настю Веневитину и Сергея Матросова. Все. По-вашему, я 10 лет прожаривал Дороха, чтобы опять прожаривать Дорохова? Что дальше? ТНТ. Куда вы дальше меня поставите? Дальше. Что? Быстро выносить стул в комедий-баттле? Что? Освежите мной USB? Или просто ходить за Соболевым и везде подпёсывать, что «Да-да, это не он, дядя Витя». Это не я. А кто? Это не я. От этой прожарки в плюсе только вы. Вот только вы. Смотрите. Вас покажут по ТНТ. Вас покажут по ТНТ-4. Из-за меня в названии вас посмотрят в Ютьюбе. Вы сегодня получите деньги и слабо. Всё, за что вы меня прожариваете. Но я не получаю ничего вообще. Поэтому я считаю, что будет вполне справедливо, если вы все дружно обнявшись поцелуете мою маленькую казахскую жопу. Друзья, не понимаю, за что, но спасибо. Увидимся на каком-нибудь очередном моём шоу, после которого я куплю себе новый автомобиль, а вы получите гирю, ёпта! Спасибо. Спасибо большое, Азамат. Давайте поаплодируем Азамату. Азамат, ты действительно украшение канала ТНТ. Привет, кто такое? Да вон, Куснятину окучиваю. У меня дела после передачи. Нормально, нормально. Это Куснятина, посмотри, без окучивания как выросла. Итак, спасибо, Гарик, аплодисменты. Спасибо Азамат, спасибо, ребята. Это была прожарка на канале ТНТ, ТНТ-4, Ютьюб. Не знаю, где нас покажут. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok